Продолжение следует... Ну, мы напомним, в предыдущей беседе говорили об особом месте, которое называется темница. Это отделение основного монастыря, куда настоятель благословел перемещаться тех братьев, которые в чем-то сильно пререшили, и нужно было им пройти путь сугубого покаяния. И они отсылались туда, в темницу. Некоторые потом возвращались по прохождению подвига определенного назначенного времени, а некоторые там и почили. Продолжаем. Часто они умоляли всего великого судью, то есть пастыря своего, всего ангела между человеками, и убеждали его наложить железо и оковы на руки их и шеи их, а ноги их, как ноги преступников, заключить в колоды и не освобождать от них, пока не примет их гроб. Но иногда они сами себя лишали их гроба, ибо никак не могу утаить из его истинного умилительного смирения сих блаженных и сокрушенной их любви к Богу в покаянии. Дальше говорится, что некоторые из них умоляли, просили пастыря, чтобы он их лишал христианского, даже человеческого погребения, или чтобы в реку выкинули их тело, или отдали на съедение зверям. Тоже для нас это необычный подвиг и не всем понятно, ведь каждый желает, чтобы отпели за него, помолились. Но все это очень четко понимается теми людьми, которые были во благодати, но потом чем-то прегрешили и отпали от любви Божьей, лишились благодати. Их бы очень хорошо понял наш пратец Адам, который в свое время был лишен Богообщения. Представляете, сначала он с Богом общался так, как мы с вами общаемся лицом к лицу, а затем Господь вскрыл свое лицо от зора Адама. Более того, и вся земля превратилась в сплошные тернии, колючки, и хищники стали населять, стали поедать слабых, и в обществе человеков стали происходить всякие злодеяния. И все это Адам видел, созерцал. И так он рыдал о потерянном рае посвидетельству Силана Афонского, которому было это открыто, что звери разбегались от сего плача. Но какое страшное и умилительное зрелище было при последнем их часе. Осужденники сии, видя, что кто-нибудь из них приближается к кончине, окружали его, когда он был еще в полной памяти и с жаждой, с плачем и желанием, с весьма жалостным видом и печальным голосом, качая головами своими. И они спрашивали умирающего, и, говоря милосердием, к нему говорили, что, брат и осужденник, каково тебе, что скажешь, достиг ли ты, чего искал с таким трудом или нет, отверзли ли ты себе дверь милосердия или еще повинен в суду, достиг ли ты своей цели или нет, получил ли какое-нибудь извещение о спасении твоем или еще нетвердую имеешь надежду, получил ли ты свободу или еще колеблется и сомневается в твой помысл, ощутил ли ты некоторое просвещение в сердце своем или оно покрыто мраком и стыдом, был ли внутри тебя глаз в глаголище «сездрав еси» или «отпущается тебе греси твои» или «вера твоя спасетя» или «слышишь такой глаз?» Да возвратятся грешницы в ад, еще свяжите ему руцы и нозы, еще довозьмется нечестивый и да не видит славы Господню. Что скажешь нам, брат наш? Скажи нам кратко, умоляю тебя, чтобы и мы узнали, в каком будем состоянии, «Ибо твое время уже окончилось, и другого уже не обрящешь вовеки». На сие некоторые из умирающих отвечали «Благословен Господь, и же не остави молитву мою и милость свою от меня». Другие говорили «Благословен Господь, и же не дадим нас в лови твоих». А иные с болезнью произносили «Убопредили душа наша, воду непостоянную, духов воздушных». Говорили же так потому, что еще не имели дерзновения, но издалека усматривали то, что бывает на оном истязании. Иные же еще болезненнее отвечали и говорили «Горе душе, не сохранившая обета своего вне порочности». «В сей только час она опознает, что ей уготовано». Мы видим, как эти осужденники, следуя заповедям монашеским и вообще христианским, всегда помышляли о смерти во все дни своего подвига. И вот были особые дни, в которые эти подвижники видели, как кто-то из них приближается к порогу смерти. И здесь они все собирались для того, чтобы и своим молитвам помочь ему пройти воздушное мытарство, для того, чтобы в поучении этого человека, который уже зрит к смерти, приобрести себе пользу, чтобы уязвить свою душу еще большим покаянием, еще большим подвигом. И вот с этой целью они приходили и задавали эти вопросы. И мы видим, как отвечали те, которые уже приближались к смерти. Многие из них говорили с радостью, что окончим подвиг покаяния, и милость Божия уже близка. А некоторые, страшаясь мотарств, говорили, что горе душе, не сохранившее обета своего. Некоторые из вас, из священников, бывали в такие моменты рядом с человеком, когда он близок к смерти. Или слышали от собратьев священников. Когда люди на смертном адре начинают видеть уже духовные предметы, им открывается другая реальность. Они еще видят и этот мир, но также уже видят и духовный мир. Некоторые говорят, что видят темных сущностей и страшатся, и во взгляде ужас, и лицо застывает в гримасе ужаса. А у некоторых людей благочестивых радостная улыбка. Они беседуют со своим ангелом и людям, здесь присутствующим, говорят, что пришли светлые ангелы. И, конечно, здесь утешение для самой этой души и для тех, кто находится рядом. Вы знаете, что такие моменты читают отходную. Это особая молитва, которая помогает душе человека проходить мытарство. Поскольку сама смерть – это очень тяжелый момент, испытание. Об этом можем мы прочитать в житии блаженной Феодоры Константинопольской, которая была ученицей Василия Нового. И как она говорит, что такой страшный момент, как начинает видеть духов злобы, как начинает видеть и ангелов, и начинается истязание, как смерть приходит. Кто еще не читал, не ознакомился, рекомендую всем прочесть, освежить памяти. И это поучение, оно для нас очень и очень важно. Хотя сейчас некоторые богословы говорят, что это все сказки, но на самом деле все это очень и очень реально. Продолжает святой Иоанн Лесвичник. «Я же, видя и слыша у них все это, едва не пришел в отчаяние, зная свое нерадение и сравнивая оное с их застраданием. И каково еще было устройство того места и жилища их? Все темно, нечистое смрадно. Оно справедливо называлось темницею и затвором осужденной. Само видение сего места располагает к плачу и наставляет на всякий подвиг покаяния. Но что для иных неудобно и неприятно, то любезно и приятно для тех, которые не спали из состояния добродетелей и лишились духовного богатства». Сейчас пойдет очень важное поучение, но перед этим я хочу немножко так вот пояснить. Конечно, если бы обычный человек, кто-то из нас или интеллигент какой-нибудь, или просто светские люди, пришли бы в это место, им бы сказали, вот монастырь, посмотрите. Но там, в общем-то, неприглядно все было, и даже неопрятно, и неприятно для взгляда. Мы привыкли все-таки монастыри видеть ухоженными, красивыми такими, а там ничто не привлекало взгляда. И многие бы смущались, ну и сказали, ну какая-то антисанитария, что-то здесь никакого порядка нет. Но, знаете, это всего лишь потому, что мы не видим то, что у нас в душе. Вот святые так говорят. Когда мы начнем подвизаться против наших страстей, то в нашем сердце, вот, скажем, в свете, начинающейся благодать, мы увидим всяких гадов и пресмыкающихся, всяких скорпионов, то есть увидим свои страсти и увидим, насколько опорочено наше сердце, насколько зловонны наши страсти. И люди духовные, подходящие к этому состоянию, то есть подвижники, начинают видеть это. И для таких людей уже внешне не имеет никакого значения. То есть некоторые даже и специально, вот здесь вот явно в темнице, они могли бы прибраться, конечно, все, но они не заботятся об этом внешнем, а заботятся о красоте и благоухании внутренним, то есть души своего сердца. Вот, дальше Иоанн Лесичник поясняет, все то, что нас пока вот как бы настораживает и пока удивляет. Вот он говорит так. Это надо вот хорошо сейчас понять, вникнуть, постараться. Так. Ибо, когда душа лишилась первого дерзновения пред Богом, потеряла надежду бесстрасти и сокрушила печать чистоты, когда она позволила похитить у себя сокровища дарований, сделалась чуждою божественного утешения, завет Господень отвергла и угасила добрый огонь душевных слез, тогда пронзаемая и уязвляемая воспоминанием об этом. Она не только вышеописанной труды возложит на себя со всяким усердием, но и щица благочестиво умерщвлять себя подвигами покаяния, если только в ней осталась хоть искра любви или страха Господня. Поистине, не таковы, поистине, таковы были сии блаженные. Ибо, размышляя об этом, и вспоминая высоту, с которой не спали они, говорили, помянул дни древние, он и огонь нашей ревности. А иные взывали к Богу, где суть милости твоя древняя, Господь, который ты показал душе нашей, воистине твоей? Помяни поношение и труды раб твоих. Другой говорил, кто мя устроит по месяцам прежних дней, в них же мя храняше Бога, и когда свертяшеся светильник света Его над главою сердца моего. Это из Иова. Подобным образом, в таком состоянии сугубо покаяния был и царь пророк, и псалмопевец Давид. Когда он, как пророк, имел общение с Богом, и так веселилась его душа. Гораздо более, чем от того, что он царь. Он веселился, что он пророк, что он общается с Богом. И когда он, увлекшись земными страстями, не спал с этого состояния пророчества, богообщения, в обычной, царство у него никто не отнимал, он был, в общем, по-царски, он сохранился, но он, как пророк, лишился этого дара. И как он плакал. Мы сейчас читаем псалмом 50, и он как-то для нас привычен, но давайте вспомним подвиг царя Давида, подвиг покаяния. И этот псалмом всегда будем стараться читать с сокрушением сердечным. То, что мы не пригрешили именно таким образом, как он пригрешил. Это еще не значит, что у нас не должно быть такого же покаяния. Зачастую мы, в принципе, находимся в тяжелом состоянии, в таком греховном, и даже этого и не замечаем. Как говорил преподобный Силуан Афонский, не страшнее потери, чем потеря благодати. То есть, когда человек, вот здесь говорится, сначала подвижникам дается благодать, и они внимательно молятся, но потом как-то бывает, что превешили, чем-то теряют, и тогда сердце уязвляется покаянием, и ничтое внешне уже не радует, потому что желает она опять насытиться лицезрением Господа. Так воспоминали они свои прежние добродетели, рыдали о них, как об умерших младенцах, и говорили, где чистота молитвы, где ее дерзновение, где сладкие слезы вместо горьких, где надежда чесовершенной чистоты и очищения, где ожидание блаженного бесстрастия, где вера к пастырю, где благое действие молитвы Его в нас. Все это погибло, как неявшееся исчезло, и как никогда не бывшее миновало и прошло. Произнося эти слова и проливая слезы, одни из них молились о том, чтобы впасть в беснование. Вот это тоже удивительно, как это можно пасить, что впасть в беснование. Но помните, как апостол Павел говорит, что Калинфянам говорит, у вас такое блудодеяние появилось, которое даже у язычков редко встречается, что некий христианин взял себе в жены бывшую жену отца. Ну, то есть, видимо, была вторая жена у отца, он взял и осквернил ложи отца и говорит, надо его наказать. И говорит, надо судить его, я, будучи у вас духом, не пребывая телом, осудил его предать сатане во измождение плоти, чтобы дух спасся. То есть, это такой грех. Вот, он упросил Бога, чтобы Господь дал тому человеку беснование, чтобы он перенес всякие поношения, тяжелую жизнь и все-таки душа спаслась. другие просили Господа наказать их проказою, страшная болезнь. Иные желали лишиться зрения и быть предметом всеобщей жалости, а иные просили себе расслабления, только бы не подвернуться будущим мучениям. Я же, о, друзья мои, наблюдая плачей, забывал себя самого и весь восхитился умом, не в силах будучи удержать себя, но обратимся к предмету слова. Вы знаете, можем вспомнить подвиг человека, который ближе к нам жил по времени и постараемся понять этот подвиг. Вы помните, когда преподобный Серафин Саровский был еще дьяконом во время служения литургии после возраста священника яка святости Божий наш, он как дьякон стал говорить с оролем во веки веков и в это время увидел Господа в храме на высоте увидел Господа Иисуса Христа окруженного многими ангелами и он пришел в умиление выступление его не смог продолжать службу его завели в алтарь он еще там пару часов так стоял в таком изумлении и как уязвился вот таким покаянием то есть потом это состояние прошло и он стал на камень и в подвиге был тысячу дней тысячу ночей стоял на этом камне то есть тоже взял на себя такой великий подвиг еще можно вспомнить как старец Паисий говорил лежу я у себя в келье ночью слышу кто-то перемахнул через забор и сердце стало радостно биться быть может это послали убийцу чтобы он убил меня я приму мученический венец но потом разочарование кто-то принес срочную телеграмму Геронта тут просили помолиться вот и прибежал с этой срочной телеграммой то есть преподобные многие желали себе венца мученического и не боялись идти на смерть как преподобный Антоний Великий много раз приходил в город вдавался в то время еще языческий город и говорил что он христианин хотел чтобы его предали мучениям но просто Господь так его сохранял все время для того чтобы он многим и многим помогал становиться настоящим монахом пробывший в темнице тридцать дней я нетерпеливый возвратился в великое общежитие к великому отцу который видя что я весь изменился и как бы вне себя узнал по своей мудрости причину моего изменения и сказал что что отче Иване видел ли ты подвиги труждающихся я отвечал видел отче и удивился и ублажил падших и плачущих падших не падших и не плачущих о себе потому что те через падение восстали восстанием благонадежно подлинно так сказал он потом чуждые лжи уста его сообщили мне следующее дальше второй игумен Иоанн рассказывает лестничнику особый случай когда у него был ученик один который очень ревненно подвязался и игумен Иоанн говорит я за него боялся он так вот еще молодой но так быстро совершал свое течение я думал сейчас по зависти дьявольской может быть у него падение быть и действительно в глубокий вечер он приходит ко мне показывает обнаженную язву то есть кается в грехе требует пластыря просит прижигания изъявляет великое смущение духа но видя что врач хочет потребить не весьма жестокое резание то есть сам игумен думал как-то к нему мягко отнестись помиловать а он стал просить чтобы его отправили в темницу значит повергает себя на землю хватается за ноги врача орошает их обильными слезами просит заключение в темницу которую ты видел невозможно мне взывало не пойти туда наконец он убеждает врача изменить милосердие на жестокость что в недугающих редко и удивительно немедленно поспешает он к тем кающимся и делается сообщником и сострадательством их от любви божьей уязвлены в сердце печалью как мечом он восьмой день отошел ко господу и просил чтобы ему не делали погребение но я вынес его сюда и положил с отцами как достойного потому что он после семи дней рабства восьмой разрешился и получил свободу некто же достоверно узнал что он ну скорее всего про себя игумен говорит просто тут как прозорливость рассказывается поэтому он прикрыл свое имя говорит некто же достоверно узнал что он не прежде встал от худых и скверных ног моих как у милости бога и неудивительно потому что восприяв сердце веру евангельской блудницы с таким же упованием как и она омочил он смиренные ноги мои а господь сказал что верующему все возможно то есть игумен говорит что пришел этот человек молодой подвижник упал ему в ноги столкается просить чтобы отправить в темницу игумен уже было открыто от бога что уже этот грех прощен тем не менее этот молодой человек был направлен в темницу там семь дней подвязался с сугубом подвиги покаяния и просил чтобы его не хоронили по-человечески по-христиански но игумен взял его и положил ну отпел и положил со всеми преподобными отцами видел я дальше продолжать нечистые души которые до неистовства пылали плотскую любовь но потом обратились к покаянию и вкусивши вожделение обратили вожделение свое ко господу и миновавши всякий страх ненасытную любовью прилепились к богу посему и господь от целомудренной он и блудницы не сказал что она убоялась но что возлюбила много и удобно возмогла любовью отразить любовь тут мы остановимся но еще раз хочется прокомментировать что необычно действительно вот этот подвиг темницы но если вспомнить в общем-то жития наших святых многих то некоторые элементы этого не встречаются бывает такой подвиг несут они добровольно а бывает и вынужденно вот в средней Азии особо почитается с той правильной Иоанн Русский и в соборе в Никольском соборе города Душамбе есть предел во имя Иоанна Русского есть икона с частицей его мощей на востоке он особо почитается потому что в житии сказано он был воином солдатом в войске Петра Великого и во время войны со шведами потом там турки помогали еще он попал в турецкий плен был продан арабам в рабство но там не стал унывать стал молиться подвязаться жил в тяжелейших условиях он буквально всю жизнь прожил в конюшне даже когда за его добрую жизнь за его чудеса исцеления прозрения хозяева хотели ему отдельный дом построить он упросил их чтобы они там же его и оставили в этой конюшне на сене жить но он проставился великими великими чудесами до сих пор чудес много кстати в этом году случилось чудо с пьяным русским на острове по-моему в Бея называется греческий остров там его храм там мощи его вы слышали в этом году очень много пожаров было и не только у нас в Якутии но и в Турции и в Греции и выгорали очень многие села и вот случился на этом острове пожар такой сильный что власти решили эвакуировать все это село и священник в статье описывает так что значит женщины стали собирать вещи чтобы эвакуироваться с этого острова уезжать потому что все огнем охвачено мы с мужчинами взяли пилы и стали делать защитную полосу валить деревья расстаскивать чтобы немножко от деревни лес как бы проредить потом говорит позвонил мне епископ спросил у нас обстановку и говорит прошу тебя отец умоляю совершите молебен Иоанну Русскому с мощами конечно сейчас тяжело будет пройти но возьмите икону и пройдите вокруг деревни вот и мы взяли икону помолились вокруг деревни сделали крестный ход и откуда ни возьмись такой страшный ливень пришел на весь остров и все пожар прекратился вот представляете хотя по прогнозам невозможно ну не было этого ливня вот такое чудо в этом году в двадцатом году случилось на этом острове от мощей с того Иоанна Русского вот но видите как он жил и даже когда ему предложили лучшие условия он не захотел потому что там с ним Господь вспомним Лазаря который не четверодневный Лазарь а про которого Господь говорил что псы приходили и лизали раны и он потом вошел в рай и так у многих святых мы видим такие злострадания бывали что невольные конечно бывало что в темницу заключали как патриарха Гермогена вот бывало такое конечно мучили заключали в темницу голодом томили но и в этих тяжелых условиях люди общались с Богом и когда я предлагаю лучшие условия они старались те условия сохранить вот ну дорогие отцы братья сестры матушки благодарю за внимание вы знаете конечно то что мы сейчас изучаем не легко может быть ложится но и может быть и должно легко ложиться все надо думаться хорошо и как говорил Макарий Оптинский лестница читается жизнью эта книга воспринимается жизнью то есть надо стараться хоть чуточку подражать святым отцам конечно не в полной мере у нас несколько сил но иметь это всегда в уме как правильно подвязаться спасибо Господи за внимание